Смотри, сзади меня прямо сейчас бежит игрок, и наша задача его с тобой убить. То есть наносим первый удар, второй удар критический, и третий, может быть коронный, нет, не коронный похоронный, еще немножечко остается, и мы получаем его ресурсы. И смотри, так как это у нас был почти голенький, и не голенький игрок, а мы за него получаем в районе 300 арисов. Смотри, мы слиппортировались в мой донатный магазин, в Fanzishop, и тут у нас есть расценки. Голенький игрок это 200 арисов, и защита 0 это 500 арисов. Так как это у нас был почти голенький игрок, и он на защиту 0. И наша главная задача выбить самые хорошие ресурсы, либо купить ресурсы Танатаса. Смотри, прямо по курсу есть какой-то игрок, и я надеюсь, что он не сидит у себя в домике, и мы сможем получить его ресурсы. Да, он не в домике, он засаживает в ферму себе деревьев, и мы его с вами убиваем. И за это мы с вами вновь получаем 200 арисов, слушайте, это идеально. Ну-ка, может быть ты ред... Нет, он не взял ресурсы. Можно в целом его еще раз убить, но смотри, у нас очень плохо все по броням, то есть он нас по факту может убить. Поэтому, что я предлагаю, лучше, наверное, от него уйти, прикупить себе хороших ресурсы и радоваться жизнью. И прямо сейчас у нас на счету 500 арисов. Нам нужно посмотреть, что мы можем купить из донат-предметов прямо сейчас. Для этого прописываем команду Slash Shop. У нас открывается такой вот донат-магазин, и давай идем, наверное, в раздел уникального. И тут свиток метеора нам чуть-чуть не хватает. Я предлагаю на него нафармить. Просто посмотри, что он умеет. При использовании запускает метеор вместо вашего взгляда. Он взрывается и наносит большой урон. То есть, по факту, мы с вами сможем убивать сразу алмазников. А я в целом это и хочу. Смотри, кого я нашел. Целый железник стоит. О, подожди, я не того искал. Это вообще какой-то рандомный чувак. Что? Ладно. Ой-ой-ой, нас накосили. Хорошо. Отходим. Нам нужно срочно перегениться. У нас есть одна стрела. Выпускаем ее. Хорошо попали. И нам нужно перегениться. Я не ждал, что там будет железник. Ведь я видел только лишь вот этого кожанчика. Поэтому мы вот так с тобой... Он тоже перегенился. Я слышал, как он покушал. А железник, где железник? Неужели железник убежал? Блин, чувак, ты мне все планы испортил. Да, там железник в АПК стоит. Отлично. Можем сейчас 2х сразу отпинать. Давай, давай. На, получай. Минус 1, хорошо. И вот этого железника. На, раз, два. И последняя коронная. Не последняя, простите. Последняя коронная. Что, простите? Мы только что с вами убили сразу двоих игроков. Один из них был железник. И он защита 1, можно сказать. Да, вот. Стоп, а где ботинки? А вот, все. То есть, мы фулл за один. За это мы получаем 1000 арисов. Ну и, наверное, вот этот вот, ну не знаю, 300 арисов. Кожанка. Потому что, ну это кожная броня, не голый. Короче, 300 арисов. И по итогу 1300 арисов. Все. Нам по-любому хватит на свиток метеорам. Телепортируемся в наш донатный магазин. И складываем ненужные ресурсы. Теперь же у нас 1800 арисов. Снова пишем слэш-шоп. Заходим в донатный магазин. И заходим в раздел уникального. Тут мы прикупаемся свиток метеора. И давай, наверное, яблоко Диметры. И скорости 3, силой 2 на 30 секунд. Покупаем. И у нас сколько осталось? 4,7 арисов. Не, ну нормально, нормально. Учитывая то, что у нас еще и свитков теперь дофига. Вот так вот складываем их. Все. Я теперь непобедимый. По крайней мере, я на это надеюсь. Смотрим, я нашел еще двоих игроков. Правда, моему КТшечку не дали. Все, в КТ. Три игрока. А, нет, стоп. У него компаньон. Короче, у нас есть свиток метеора. И я сейчас покажу, как эта штука работает. С нами бегут сразу два игрока. Мы просто кликаем на минус 1. Вот так вот легко и просто. Нам нужно убить еще, правда, его друга. Все. Минус 2 игрока. Замечательно. Да, мы потратили свиток метеора. Но ничего страшного. Мы убили двоигольких игроков. А, нет, стоп. Подожди. Один из них был даже в кожаной броне. То есть это где-то 300 арисов. То есть 200 плюс 300 равно 500. Мы почти окупили сразу несколько штук этих метеоров. Поэтому все оправдано. Мы с вами получаем хорошие ресурсы. И идем дальше. Я, кажется, вижу свою следующую добычу. Которая, видимо, просто стоит в АФК. А, нет, не ВФК. Смотри, он двигается. Две тычки наносим. Третья коронная похоронная. Это был голенький игрок. 200 арисов. Но я хочу найти алмазника. У меня есть свиток метеора. Но по какой-то неистовой мне причине, алмазники просто скрылись с радаров. Это кто вообще? Кажется, я лишился одной жизни. Туда просто прилетел какой-то Незер и убил меня за один удар. И для таких случаев у меня есть запасная броня. Да. То есть мы можем взять ее и пару свитков метеора, кстати, тоже. Главное, чтобы она сейчас не тэпнула на коем поединок. А то я знаю эту систему. Да, ресурсы, конечно, у меня выглядят ужасно. А, он теперь будет за мной летать. Я понял тебя. У меня появился мой преследователь. Ну, не знаю, киллер. Как его еще можно назвать? Он меня теперь убить хочет просто так. Но тем не менее, посмотри, кого я нашел. Там на крыше сидит какой-то полужелезник, полуалмазник. И чувак ему пишет, с крыши слезь. Ну, реально. Ой-ой-ой, ты что в меня-то стреляешь? Ё-моё. Ну, ладно. Хорошо. Если ты выбрал меня как свою жертву, то ты это сделал зря. Я тебе... О-оу. Подожди, это... Это кто еще такой? Этого я не знаю. Ну, ладно. Надеемся, что он уйдет, потому что мне лишние глаза здесь не нужны. Они увидят то, что у какого-то кожанщика свиток метеора. Зачем и почему? Да хватит в меня стрелять. Давай иди сюда, подеремся тут. Ну, правда, у меня есть для тебя небольшой сюрприз. Да-да-да. Идет-идет. Хорошо. А тот алмазник ушел. Нет. Я слышу, как он тут летает. Ну, ладно. Если что, заюз... Заюзаем. Подожди. Он пошел его убивать. Это моя добыча была. Ты что? Чел, зачем ты его убил? Это мое было. Он теперь хочет меня убить. Лови свиток. На, получай. Минус тотем. Хорошо. Такого ты точно не ожидал, да? Все, он улетел. Причем с моими ресами, а я потратил как бы свиток метеором. Более... О-о-о-о. Есть еще один алмазник. Иди сюда. Давай-давай-давай. Расточка. Хорошо. Мы их должны забайтить. Главное... Не кидайся. Нет, стой, пожалуйста, алмазник. Не уходи. Не уходи. Нет, какая морковка? Ты что? У тебя 7 хп осталось. Ну почему? Ладно. Давай, наверное, мы с тобой прикупим, к примеру, отвар посейдона. Стоит всего лишь 168 айрисов. А тут и сила, регенерация, сопротивление, огнестойкость, так еще и скорость. И давай еще немного свиток все купим. Мы можем себе позволить. Конечно можем. Почему бы и нет? Опа. Мне нашли поединок с каким-то железником. Так он еще и забафался. Отлично, отлично. Только мне его нужно вывести на другую территорию. Он же с нами пойдет? Пожалуйста. Он нас потерял. Ладно, погнали к нему. Он нас не может найти теперь. Железник, я нахожусь снизу. Посмотри просто вниз. Ты не туда идешь, не в ту сторону. Подожди, мне твои ресы очень сильно нужны. Поверь, пожалуйста, не уходи. Не нужно прыгать по этим территориям. Я сзади тебя, сзади. Ладно, давай рискнем. Лови. Он выжил. Мы ему ничего не снесли. Просто как будто ничего я с ним не сделал. Стой, не уходи. Мне нужны твои ресурсы. Подожди, давай я отвар Посейдона выпью. Мы будем так быстрее бегать. О, отлично. Дополнительная скорость. Должен догнать. Подожди, а у тебя случайно не такой же отвар, как у меня? Только не говори это. Пожалуйста. Короче, свет метеора, лови. Да, есть, мы его убили. Хорошо. Отлично. Плюс ресурсы. Железная броня. Как же я тебя долго ждал. Так еще и щит получили. И что? Бутылочка воды силы. Вот это я понимаю. Проснулся утром. Бутылочку с водой выпил. И стал Гераклом на весь день. И смотрим, так как мы убили З0. А, нет, боже, мы убили защиту 1. Это же защита 1? Да, это защита 1. То есть нам должно начислить еще 500 айресов. И в этот раз давай мы с тобой прикупим еще отвар Феникса. Тут и сопротивление, прилив здоровья и главное, левитация. Если что, просто улетим от наших врагов. И на всякий случай, свиток неуязвимости покупаем. Несколько штук складируем к нам сундук. И отсюда берем парочку свитков метеоров. Все, идеальный набор. Я нашел очень крутого игрока. Смотри, показываю тебе его инвентарь. Просто защита 1 алмазка. И нам по-любому нужно его отпинать. И он находится в 70, уже в 68, 60 блоках. Ну, в общем, ты понял. Где-то здесь он обитает. Скорее всего, в этих бамбуках. А, во, 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 я вижу. Он где-то в домике сидит. И он там не один. Чего? Блин, ну-ка не рассмотрим. Вас там двое. Один ливнул. И остался другой алмазник. Нет, 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 пожалуйста, ребят, не уходите. Тут у вас, между прочим, гости ходят. Гости, гости, можете, пожалуйста... О, здорово. Давай, посмотри, посмотри. Я здесь бегаю. Я тебе огород сейчас тут буду топтать, если ты не выйдешь. Я тебе весь бамбук снесу. Слышишь меня? Надеюсь, то, что ты меня услышал. Зови еще своего друга. Мне нужна алмазная броня. У меня есть свитки и изельки, вообще все есть. Подожди, а если... Что? Меня тэпнуло на ПУПС? Какого фига? Я так был близок к алмазке. Нет, ПУПС, за что ты так со мной? Мне так грустно теперь. Для тех, кто не понял, я приписал команду ПУПС. И эта команда ищет тебе дуэль. То есть мне нашли какого-то просто кожанчика-железника. Нафига вообще? Давай свиток, что ли, попробуем заюзать. На, лови. Надеюсь, то, что поймал... Ай, ну все, иди в пень, короче. Нам срочно нужно отыскать тех алмазников. Пишем команду RTPN. И, пожалуйста, хоть бы вы где-то тут были. Пожалуйста, кто ты? Конечно, деревянный топор и 10 лестницы. Угу, спасибо. Фу, хоть какая-то алмазка. Нажимаем следить. И самое главное, чтобы он никуда не убежал. Нифига, у них тут целое поместье какое-то. Вы че, ребята, сколько... Опа, там ПУП, окажись. Так, нам бы на крышу запрыгнуть. О, отлично. Мы находимся у них на крыше. Это просто волшебно. И нужно посмотреть вообще, сколько их там и в чем они. Нам по-любому спускаться нужно. Эй, ребята, в чем вы покажитесь? Ага, один голенький. Другой алмазник. Все, он нас должен был увидеть. Мы делаем вид то, что мы от него убегаем. И он пишет нам QQ. Ну, дорога. Давайте ПУП. Ребята, у меня для вас столько вообще сюрпризов готово. Свиток метеора и свиток неизвимости. Что ж вы мне сделаете? А, он за мной побежал? Чувак, я уже как бы за тебя. Ну, ладно, давай его тоже убьем. Чтоб они понимали, что я настроен агрессивно. И хочу их как бы убить. Расточка. Хорошо. И последняя коронная похор... Ну, я думаю, можешь засчитать то, что я его убил. Ну, правильно, он же вспоткнулся и упал. Но мне нужен тот алмазник. И он... Он бежит ко мне! Он бежит! Хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. Это мне нравится. Так, я предлагаю, наверное... Да можем свиток в целом просто узнать. Да и все. На, лови свиток. Бам! Все, минус алмазник. Иди сюда. С тобой тоже так надо поговорить. А, он там что-то взял. Топорик. Раз, два, три, четыре. Пожалуйста. Стой. Все. Плюс алмазник. А что у него сбранят была? Ну, скажем так. Она на З1, З2 и без какой-либо защиты. Я думаю, 500 арисов за алмазника сойдет. И как раз 200 гольники и 700 в итоге получится. И смотри, я предлагаю алмазку пока что сохранить. Мы ее сложим к нам в сундучок, потому как я переживаю, если нас в ней убьют. Нам нужно пополнить нашу коллекцию свитков. И у нас на балансе прямо сейчас 1730 арисов. То есть мы снова пишем команду Slash Shop. Открываем донатный магазин. И нам нужно прикупить себе какие-нибудь крутые стрелы. Я предлагаю купить, наверное, стрелы и сушение. В целом звучит как имба. Короче, покупаем стрелы и сушение. Заходим снова в раздел оружия и инструментов. И здесь нам нужно купить лук хаоса. Тут и сила, и прочность, и откидывание. Короче, идеальный лук. Все. И большую часть стрел мы тоже, конечно же, сложим. Вот так вот. И будем сейчас ходить всех убивать. О, мне нашли дуэль. Замечательно. Я железник, там алмазник. Это то, что мне нужно. Но вначале нужно кинуть жемчуг, кидаем жемчуг. Выпиваем бутылочку с водичкой. Получаем силу. Неуязвимость. Отлично. Раз, тычка получает. Вторая. На. И у меня по факту ничего сделать не может. Мы его просто убили, ребят. Мы его просто убили за счет того, что у нас была бутылочка с водой на силу. И просто один свиток неуязвимости. Что вообще? Окей, что мы выбили? Это защита 1. Фу, чтоб ты понимал. Офигеть. Ну, вот здесь я могу переодеться. Все, я переодеваюсь в эту броню 100%. Мы, кстати, лук так и не использовали. Нафига я его купил? Телепортируемся домой. Скидываем ненужные ресурсы к нам в сундучок. И давай в этот раз прикупим себе какое-нибудь новое зелье. Слушай, можно купить себе отвар василиска. Тут и прилив здоровья, и регенерация, и сопротивление. Что очень важно. И, наверное, на всякий случай я возьму себе какой-нибудь тотем. Ну, в целом можно купить обычный тотем. Пускай просто будет рядышком. Если нас будут убивать, у меня хотя бы будет вторая жизнь. Окей, мне нашли новый какой-то поединок. Меня жестко сейчас коцают. Давай отплывем отсюда. А можно как-нибудь вот так вот. И выпьем отвар василиска. Выпиваем. Все, у нас теперь буст хп-шек, регенерация. Короче, все топово. Нужно дать ему струю сушения. Нет, подожди, куда? Куда ты улетал? Ну нет, ну пожалуйста. Он вроде жемчуг. Да, кинул жемчуг. Спасибо. Теперь мне нужно его где-то отыскать. Ну вот как неудобно вот это. Жемчугов не хватает. Нужно было их тоже купить. А, так ты недалеко убежал? Это вообще идеально. На, лови мою хорошую стрелу. Вторую такую же. Как тебе мои стрелы? Потом расскажешь на спавне, когда будешь... Нет, 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 не улетай, не улетай. Куда? Мне просто не хватает этих жемчугов. Короче, я предлагаю закончить с ним разговор с помощью свитка метеора. Вон он бежит. Свиток метеора. Лови. Мы мимо его кинули. Блин. Нет, пожалуйста, чувак, не уходи. Мне так нужны твои ресурсы. И арисы. Пойми меня тоже правильно. Только не говори то, что ты сейчас кинешь жемчуг, пожалуйста. Вон он стой. Ну да, он жемчуг кинул, конечно. И куда он его кинул, непонятно. Давай прямо сейчас купим, наверное, себе тоже жемчуги. Покупаем. Где он? Неар. 41 блок. Он недалеко. Надеюсь, что он не ливнет. А, так он идет к нам? Давай. Давай, я не против. Где ты? На, лови каташечку. Хорошо. Но теперь-то я буду как раз-таки тоже с жемчугами. И ты далеко от меня не уйдешь. Лови еще одну стрелу хорошую. Что? Не поймал? Как, как, каким боком? Лови. Все, поймал. Он под иссушением. Хорошо. Ой, там скелеты заспомнились. Это не я, ребята. Это магия. Чистая магия. Он нам сносит щит, но ничего страшного. Еще тычка. И нуждать ему дальше иссушение. Лови. Да что ж ты не лови? Да, лови иссушение, пожалуйста. Пожалуйста, поймай иссушение. Нет. У меня стрелы закончились. Окей, ладно. Тогда погнали с ним просто драться. На, еще тычку хорошую. И свиток. На. Он не умер. Он не умер. Ребята, он не умер. Каким боком? Ты жив остался-то? Я не понимаю, как он выживает. Ему просто так везет. Он такой лайки. Я не представляю. И от свитков метеора выживает. И от стрел. И от топора. Как ты это делаешь? Ну, учи меня тоже. Чтобы ты понимал, у меня больше ничего нет, чем я могу до него достать хорошо. Кроме жемчугов. Можно попробовать. Но, блин, под водой это будет не очень удобно. Нет, не уходи, пожалуйста. Жемчуг. Просто жемчуг. На. На ктшечку. Все, он в кт. Хорошо. Главное, чтобы он дальше никуда так не убегал. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Еще один жемчуг. Пожалуйста. А у него, видимо, жемчуги закончились. Да, у него нет жемчугов. Он еще и завис. Я ему ктшечку продлил. Хорошо. Долго ты от меня бегать не сможешь. Кидаем на него еще раз жемчуг. Бьем его. Давай. Сколько у него хп? Сколько? Ноль хп. У него ноль хпшек. Просто вот еще один жемчуг и все. И ему хан... О-оу. Он порегенился, да? Угу. Понял. Спасибо. Промазали жемчугу. Мы промазали. Ну, далеко ты от меня точно не уйдешь. Мы снова к нему возвращаемся. Только не пиши никакие команды. Не пиши. Наточка. Хорошо. И все. Можем с ним закуситься. Но, конечно, тут это дело будет неудобно. У тебя 20 хп. Каким боком? Ладно. На суше-то мы должны его будем точно уничтожить. У меня и как бы свиток не уязвимый. Свиток, пожалуйста. Помоги мне. Помоги. У меня очень мало хпшек осталось. О-оу. У меня... Нет, нет. Просто. Что это было? Ладно, такое тоже бывает. Окей. Мне снова нашли игрока. Это у нас алмазник. Я приоделся в ресурсы. И, по-моему, это тот же самый чувак. Либо какой-то другой. Пока что не пойму. Не пойму. Он пытается к нам проникнуть. Но мне напрягает то, что он в алмазке. Я в железке. Да, у меня есть над предметы. Но если его алмазка будет мощнее моей, то понятное дело то, что он меня убьет. И ему не стоит от никакого труда. Но, блин, главное еще стрелы так не тратить. Как все плохо. Ладно, может быть, у нас получится его убить. Кто его знает? Нам нужно ему снести щит. А давай, знаешь, как мы сделаем? Я знаю, как мы сделаем. У меня просто пришла гениальная идея. Мы делаем вид, что мы от него убегаем. Потом мы должны снести ему щит. Давай, поставь свой щит. Мы должны снести, снести, снести. Все, мы снесли. И налови свиточек. Все, идеально. За щит один легко вообще выбили. Сразу же переодеваемся. Почему бы и нет? Будем в этой броне бегать. Я же уже и так слил алмазку. А в этой будем бегать. Смотри, мы с тобой потратили свиток. Да, конечно, это не очень круто. Но мы 100% окупились. Почему? Мы в алмазной броне. И мы получили с этого еще арисы. Поэтому снова закроем в донатный магазин. Нам нужен свиток метеоров. Все, покупаем отлично. И вот эти штучки складываем. Все, можем писать еще раз команду по ПС. Хотя, смотри, я тут нашел железника. И может быть, мы сможем его убить. Кто его знает? Поэтому вот так вот вылазим. Подбегаем. 20 блоков до него остается. А, подожди, мы можем на лед сейчас залезть вот так вот. И будем передвигаться гораздо быстрее, чем он. Так, дать ему каташечку. Лови. Что? О, как ты это сделал? Фокусник. Все, поймал. Отлично. Он у нас под осушением. У него будет защита 1. Прости, я не хотел тебя убивать. Честное слово. Но мне... Ой, здорово. А ты что тут забыл? Подожди. Не-не, мне тоже тебя нужно убить. Прости. Но сегодня я убиваю всех. Смотри, мы получили, получается, защиту 1. Это у нас... По-моему, сзади меня кто-то прилетел. Кто-то очень крутой. Лови свиток. На. Он даже от него не умер. Нет, чувак, прости. Если это были твои друзья, я не хотел им навредить. Честное слово, нет. Пожалуйста, пожалуйста. На, 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 на. Уйди от меня, нет. Почему, почему именно я? Нет, 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 у меня пол хп осталось. Пожалуйста, не бей меня. Я все рясы верну. Честное слово, обещаю. Обещаю. Не бей меня. Какого фига. Короче, мы убили чувака в защите 1. Это у нас 1000 арисов. И за 0 это 500. Ой, 200. Окей, я нашел каких-то двух голеньких игроков. Давай их отпинаем и получим немножечко ариса. Потому что мне сейчас они как никогда нужны. А второй игрок просто убежал к себе в домик. Посмотри. Подожди, а как он так убежал и куда-то исчез? Стоп, что? Он же тут был, как, каким боком он это сделал. Ладно, тут по любому ловушкам. Я до... Там кто-то приземлился. Я четко слышал, как кто-то упал. И где он? И кто это? Да я не верю, что это снеговик тут упал. Давай посмотрим, что мы выбили с этого игрока. С него мы выбили дофига золота. И только лишь один шлем на защиту 1. Это у нас всего лишь 200 арисов. Потому что очень мало брони. А, ты хочешь еще подраться? Давай, я не просил, мне нужны арисы. Поэтому вторая тычечка получать, третья. Все, мы получаем 400 арисов и просто уходим отсюда. Прямо по курсу я вижу сразу одного игрока. Ладно, так уж и быть. Нет, он нас заняты. Хотя нет, свободная территория. Подожди-ка. Нам с тобой нужно прикупить по-любому. Сейчас будет хорусы. Покупаем хорусы, окоэндерам. И давай на всякий случай купим себе, наверное, еще от варфеникс. Все, я закупился. Идеально. Как бы упасть сюда и урона не получить. В общем, он просто... Ладно, пофиг, просто летим сюда и давай кушать хорусы. Кушаем хорусы. Он кого-то убьет. А, он крипер убьет, я слышу. Давай, хоть бы меня тэпнул. Ну, пожалуйста, ну как тебе пройти? Чтобы ты понимал, там алмазный меч, который я очень сильно хочу себе забрать. Я не понимаю, как к тебе пройти. Ладно, видимо, никак. Ооо, то, что нужно. И ресурсы, и меч. Просто, чтобы ты понимал, у меня деревянный топор. Нафиг. Нафиг у меня... Это ты? Это ты? Ты серьезно? Что? Где твоя броня? Почему ты без брони, чувак? Что? Почему? Я не понимаю. Он просто... Ой, здорово, еще раз. Ты как тут появился? Это давай еще раз все убьем. На, получай. Не, не, не. Я не тим. Я не тим. Мне нужны арисы. Пойми меня правильно. Нужно все-таки как-никак себя прокормить хоть как-нибудь. Так, получается, мы его убили голеньким. 200 арисов. И получили защита 1. Защита 1. То есть снова получаем 1200 арисов. У нас с тобой на балансе 3366 арисов. То есть мы с вами можем 100% разгуляться. Давай мы, наверное, себе прикупим какой-нибудь крутой меч. К примеру, меч хаоса. Астраль Тай-5, прочность 3, резящий клинок 3 и заговор огня. Он стоит немоверно жестко. 2000 арисов. По-любому покупаем. Берем его с собой. И давай еще что-нибудь жестко купим. К примеру, свиток гравитации понадобится. И давай яблоко Диметры. Все, мы купили идеальный комплект. И у нас осталось 286 арисов. Блин. Окей, я нашел еще одного алмазника. 50 блоков. И, скорее всего, он сидит в этом домике. Да? Он же тут сидит. Я просто его вообще, ребят, не... Да, вот он, вот он тут сидит. Давай попробуем, наверное, скушать Хорус. Тепнет нас, либо же нет. И... Настапнул он на крышу. Опа, это что такое? Не, нам сюда не надо. Ага, я нашел к нему проход, но... Не знаю, как туда пройти. Может быть, еще раз Хорус? Не телепортируй. Там алмазник очень хороший. Да ну нафиг. Да ну нет. Каким боком ты там оказался? Че у тебя здесь за многослойная дверь? Нет, хоть бы ты была. А, он бафается, он бафается. Вот это уже хорошо. Я по-любому его дождусь, потому что там алм... Алмазка. Я стрелы не взял. Я не взял стрелы. На. Хорошо, мы его накослили. Это уже радует хоть как-то. Где... Где яблокодиметры? Вот оно, вот оно. Я готов с ним сразиться. Яблокодиметры кушаем. И погнали. У нас теперь очень хороший меч. У нас есть и броня. Ты чё, читер? Чувак тысяч... Тыс... Иди в пень. Ага. Всё, мы его убили. Это читер был, ребят. Это стопроцентный читак. Просто пересмотрите этот момент. Я не знаю, мне показалось, или он просто максимально жёстко нас как-то проносил. Ну то есть это не какой-то обычный чувак. Это прям реально как будто бы читер. Чё это? Защита 1, защита 2. Короче, засчитаем это как защита 1, но правда добавим немного арисов. Всё, уходим отсюда. Я не хочу с ним никаких дел больше иметь, он читер. В общем, вот за этой коробкой сидел хороший чувак, а меня тэпнуло. Кому меня тэпнуло? Кто ты такой вообще? Ладно, он там что-то выпил, поэтому давай-ка мы, наверное, что мы сделаем? Мы просто на него нападём. У нас и огнестойкость есть, и всё. Ладно, свиток неузыимость юзаем, и мы погнали за ним. Иди сюда. Раз, тычечка. Вторая тычечка. Всё, не попадаю. Ещё тычка. Хорошо. А он не горит, он не горит, у него, видимо, это, огнестойкость. Да, он огнестойкость выпил. Лови свиток. А, всё, мы ещё и квест прошли. Защита двойка, сюда. А, всё, фул защита 2, это у нас полторы тысячи арисов. Я предлагаю потихонечку покупать вещи Тонатосом. Нам останется купить только лишь ботинки, и у нас будет фул вот этот сет. Угадайте, что? Правильно, я снова забыл купить себе стрелы, и мне нашли дуэль с каким-то алмазником. По-моему, мы его, кстати, уже убивали. Да, мы его уже убивали, но, блин, мне нужны стрелы. Короче, пофиг, погнали на берег. Я без стрел с ним драться даже не хочу. На, полетай пока что. Мы на него свиточки взанули... Мы на него свиток взанули, а ему пофиг. Он просто поплыл. Вот это я понимаю. Окей, я хочу прикупить себе нереально крутые... А подожди, а как я их куплю? У меня 77 арисов. О, проблема, нам нужны арисы. Я с этим алмазником фиг, я подерусь, у него огнестойкость. Мой меч на него не будет работать хорошо. Хотя, есть другой лайфхак. Телепортируемся к нам домой, и дома у меня есть свитки метёра. Мы берём все четыре штучки. А, так вот они у меня, стрелы иссушения. У меня тоже всё есть. Всё. Пишем по ОПС просто. Нам находят по-любому того же самого алмазника. Да, вот он, вот он. Налови стрелу иссушения, получай. Так, свиточек юзаем, и погнали ему щит сносить. Всё. Теперь ты от меня никуда не денешься. На, ещё пару тычек. Всё. Вот так вот легко и просто мы с ним расправились. И получили мы, кстати, защиту 1, что очень даже хорошо. А я хочу напомнить то, что защита 1 это целая тысяча арисов. А ботиночки стоили, по-моему, 900, если я не ошибаюсь. И давай попробуем. У меня, конечно, пишется, что у меня 77 арисов. Но, возможно, они ещё не засчитались. Ботинки Танатаса. Да, мы всё купили, всё. У нас фулл сет Танатаса. Просто взгляни на меня. Меня теперь просто даже не убить. И давай так, если тебе понравился ролик, то с тебя лайк, подписка. И заходи на лучший гриптический сервер Арис Майн. Тут совсем недавно, кстати, прошёл вайп. У тебя есть все шансы занять топ-1. Ну, а сейчас ты можешь кликнуть вот на эти два ролика. И я тебя уверяю, они получились лучше, чем этот. Ну, а с вами был Фанзи. Всем пока.